Сегодня в России отмечают День архивов. Этот праздник учрежден несколько лет назад и связан с 1720 годом, когда Петр I издал генеральный регламент или устав, в котором во всех государственных учреждениях водилась должность архивариуса. Архивы начали создаваться с появлением письменности, и на Чикаго мы сегодня узнали о том, что происходило в мире в последние 5000 лет. Важно не только создать документ, но и сохранить его. В архивных учреждениях Чувашии насчитывается несколько миллионов дел. Самая большая по объему и хронологическому периоду коллекция в Государственном историческом архиве. Здесь сосредоточены фонды учреждений частных лиц, начиная с 17 века. Но сейчас, в год столетия революции, для историков и журналистов интересны документы именно начала прошлого века. В данном документе сосредоточены листы, на которых представлен текст присяги, который давали жители уезда временному правительству. Подписи представлены с оригинальным текстом. Присягу приносили люди, которые занимали какие-либо должности, то есть представляли официальную власть. Государственный архив современной истории, как следует из названия, хранит документы, начиная как раз с 17-го года и по настоящее время. Когда-то архив был создан как хранилище обкома ВКПБ. Сюда сдавали дела партийные и комсомольские организации. А сейчас общественное объединение, профессиональные и творческие союзы, органы власти. Май 17-й, да. Постановление Съезда крестьянских депутатов Чехосовского уезда, состоящего в начале мая 17-го года. Протокол станет Съезда Чехосовского уезда Совета рабочих-крестьянских депутатов. Архив электронной и кинодокументации – самый зрелищный из всех архивов. Мало того, что в описях числятся в основном фотографии, видеоматериалы и электронные альбомы, так еще здесь хранится уникальная коллекция кинодокументов, начиная от старой хроники и заканчивая художественными фильмами. Это проверка фильмов, перемотка, чтобы она не склеилась. Тщательная проверка, чтобы определить качество пленки. На разрывы, по поверхности смотрим, царапины. Национальное телевидение Чуваши гордится тесной дружбой с архивистами республики. Благодаря этому в нашем эфире появилось немало интересных и познавательных проектов. А в программе «След в истории», например, была создана специальная рубрика, где научный сотрудник, а ныне заместитель директора исторического архива, рассказывал о том, что происходило на территории Чуваши в годы Первой мировой войны. Военнопленные австрийцы и германцы на малороссийском языке писали поклоны родным и знакомым, просили сообщать, как им живется на родине. Зато из города Ордатова были жалобы на сырье и холодные помещения, и плохую пищу. Сегодня архивы проводят Дни открытых дверей, всевозможные тематические экскурсии участвуют в акции «Ночь в архиве». Словом, делают все для того, чтобы каждый мог заглянуть в прошлое, без которого, как известно, нет настоящего и будущего. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.